Так, ну что? Кто за магов играет? Я за магов играю. Так, всем привет. Попытка сыграть в Endless Legend. Еще один FFA-сериал сделать. Терзанистовых магов тоже. Ну, все интересные фракции, в принципе. За всех свои такие оригинальные возможности. Надеюсь, будет интересно вам. Да, слушайте, он поставил город. Давайте тогда малетит... А, стоп. Прямо у границ. Подстраивать? Не очень. Да нет, это фигово, на самом деле. А что, загрузки нет сначала? Или у него такая же дня будет? А, первый ход загрузить. Можно загрузить первый ход, да, кстати. Подожди, подожди, я посмотрю, может их продолжить. Первый ход загружается, когда уже города построены. Ладно, давайте продолжим. Фиг с ним. Леш, слушай, у тебя дополнения есть все? Может их останешься? Есть, но у меня исходящий интернет очень маленький. 512 килобит. Это будет боль. А что, какие дополнения нужны-то? Shadow's Guardian. Shadow's есть, Guardian есть. Да нет, в том-то и дело, что если бы Леша был хостом, может быть его бы не выкидывало так в начале загрузки. Не, ну может, он говорит, только с мастером у него такая проблема. Ну, прошлой игрок другой игрок был. То же самое было. Понятно. Так, изумруды, конечно, неплохо, но... Напоминаю, если тут запускаешь ресурс роскоши, то надо запускать. Их определенное количество надо собрать, а потом запустить, тогда они будут давать бонусы какие-то. Мистовые маги, у них интересная концепция сила через боль. Они в битве, когда теряют здоровье, добавляют его в силу. То есть раньше воинов-магов они, наоборот, еще сильнее становятся. И плюс к этому у них есть такая особенность, как алтари. Об этом чуть дальше. В общем, я вот компьютер поставил в город, я вам объясню. К сожалению, я не смог загрузиться со всеми. Я зашел, а компьютер поставил город уже мне. Так. Давайте, наверное, алтари. А, это уже открыто. Так, литейный цех. Пока. И не очень удачно, почему не очень хорошо город стоит. Во-первых, тут, видите, руины. То есть я на руинах не смогу поставить никакой район городской. Во-вторых, он у границ. То есть мне придется город вот сюда улучшать. Тут еще горы вот эти, которые тоже ничего не дают. Во. И боюсь, что центр у меня не сможет второго уровня стать. Хотя, раз, два, тут придется еще один район поставить, который будет давать несчастье. Но при этом я хоть смогу получить какой-то уровень. Так, слушайте, у меня тут быстро все так открывается. Давайте тогда площадь языков мира откроем, чтобы общаться. Общаться с малыми фракциями. Ну, смотрите, я поставил только что алтарь. Блин, у меня юнит фанатик Атэши, я читаю фанатик Алеши. О, класс. Прям то, что надо. Фанатик Алеши. Видите, есть стоимость алтарей, но они с каждым алтарем стоят дороже. Длительность у них 10 ходов. Вот я сейчас только что поставил алтарь знаний плюс два прогресса на ячейке города. Вот я его сюда поставил и обрабатываю сразу. У меня прогресса куча стала. Снова здравствуй. Алтарь скорости минус 50% движения на ячейке. Ну, мне кажется, оно сейчас не особо надо. Какой-нибудь читерной нации, наверное. У алтарей есть еще всякие уровни. Нет, в случае. Ну, это надо открывать. Угу. Дистовый Алеша. Я говорю возле тебя. О, 10 костей титана. Это круто. Ты тоже рядом с вами. А, это, например. Да. Квест. Правьте, армию с героем впаять. Я открою вам секрет. Там очень много кто где-то находит. Зеленых прям окружили со всех сторон. Я пойду на экономическую победу. А кто эти мастер забытые, да? Да. Так, литейный С. Один у нас. Кто это? Карвинус один у нас. На отшиве. Давайте, может, колонистов. Сколько раз с ним не играл он постоянно где-то на отшиве без пробницы? Одиночка. Сам по себе. Никуда не говорит. Что у нас тут с ресурсами? Ну... Титан вижу, а вот что какие-нибудь ресурсы счастья были? Слушай, ты нашел что-нибудь в этих руинах? Маледик. Да. Я тоже. Прикольно. Пять этого. Пять титана. Мы просто сорок фрактов. Лучше бы мне сорок фрактов. Нам обоим нужен фрактов. Что будем с этим регионом делать? У Денда. Заселяем. — А как считаете лучше героев прокачивать? По фракции или по классу? — Ну, смотри, ты как губернатора будешь использовать или какой-то неразвит? — Ну, я вообще люблю просто героев губернаторами использовать, но тем не менее, может у них тут офигенные какие-то возможности другие есть. — Ну, я губернаторами часто ее делаю, потому что науку очень хорошо вкачу. Мне нравится. — Ну, видите, я сейчас его прокачал на науку для губернаторства, но пока не посажу. У меня тут квесты просто есть с героем. — Вокруг меня, все остальные регионы — это трава, в которой нету праха вообще. — Ты хочешь заселиться в этот регион? — Великолепный целый этот регион, потому что у меня больше нету заселиться. — В Министерстве военных дел я ничего не дам, естественно. — Я нападаю, пока не забираюсь. — Пока. Ну, квесты мне, видите, выдают. — Потому что вот где я сейчас стою, видишь, да? — Нет. — Где мой? А, я же невидимый. Я около руинки. Ну вот смотри. — Так, что у нас тут? Три хода. Рост. Производство. Норм. — Так, могу еще один алтарь знаний поставить, в принципе. — А бонусы от алтарей складываются или нет? — Да. — Да, но там за стоимость рассылку от жалобы. — Не, ну то, что стоимость себя в курсе. — Вот это пермини четыре клетки до моей столицы. — Вот видите, еще поставил, что видите, сколько стало так. — Поэтому надо договариваться. — Ну я тут быстро, конечно, по-моему, еще случаю. — Входов сто минимум, а то и больше. — Иначе я буду вылывать просто и все. — Так, а почему нет? — Да, не шпион, все сажай вот так. — То есть ты согласен на мир где-то до святого хода, да? — Привет, Ромео. — Привет. — Мы два неистовых мага. — Да, и очень рядом. — Нам надо дружить, я думаю. — Не-не-не, в конце дурно 11. — Забытый прям тоже вообще к тебе, я думаю. — До сотого согласен, и можно даже торговли. — Понимаешь, у меня кроме тебя нету соседей. Так что, мне кажется, нам надо раздружить надо, да? — Слушайте, а почему у меня исследования внезапно остановились? — Нету. — Чего нету? — А чего ты взял что-то на видеть? — Ну, потому что прочерк в количестве ходов сколько осталось до открытия. Был один ход, должен был сейчас открыться эта штука. — Это потому, что у тебя производит город намного больше науки, чем требуется для этих технологий. — Ну, а почему она не открылась тогда? — Ну, должна открыться на следующий ход. И дополнительная наука, которая, ну, лишняя останется, она к следующей науке будет переходить. — Это если я правильно понял, что у тебя там за ситуация. — Ну, вообще был… — Просто прочерк ставится именно в таких ситуациях. — Ну, вообще, прошлым ходом был написан один ход. — Ну, почему-то не открылась. И теперь, ну, посмотрим, конечно. — Так, денежка и еда. — Сначала денежка, потом еда, потому что… — Блин, мне и рынок бы не помешал. — Всё, откроем. — Так. — Лёша, у тебя есть куда вверх развиваться? — Ну, ты вниз будешь развиваться. — Да, есть. — Ну, только мне тоже не хотелось бы, чтобы ты прям ставил города под меня. — Да нет. — Если ты вниз поставишь, ты как раз будешь уграничить с зелёным. — В какой низ? Внизу ж ты. — Ну, а западнее зелёный. — Западнее вообще море? — Нет, это не море. — Восточнее, а не западнее. — А, да, восточнее. — Ну, такая западнее. — 50 единиц праха. — А я готов отдать 50 единиц праха. — Сложность малофракции какие, тяжёлые или средние? — Сложно. — 5 единиц титана принести. Вот, блин. — Ещё десять изумрудов. — Ну, тут неплохие места, в принципе. Правда, прогресса особо нет, но есть вино, титан. — Вот это, Атайю. — Ну, чё так? — Значит, колонисты. — У меня сейчас откроется печь «Алхимика», после колониста буду титан обрабатывать. — Ну, вот производства мало, конечно. Зато вот есть аномалия неплохая, и вот ещё аномалия неплохая. — Где-нибудь вот здесь, например, поставить город. Я так немножко буду защищён от неистовых магов, в принципе. Так, численность населения достигла четырёх. Теперь можно на колонисты переключиться и на экстрактор титана. — А потом можно и райончик, наверное, забахать. — Не, может быть, я не могу ребёнка пустить. — Так, неплохо, неплохо. — Вот, блин, угодил в ловушку. — Нет, от этого я буду отступать. — Блин, ещё и за мной будет сейчас бегать. — В начале следующего хода бежать. — Так, вот мне в эту деревню надо будет титан принести, чтобы смирить. — Так, а куда мне надо было тут героям сходить? — Отправьтесь. — А, как раз вернуться. Ну, давайте. — Так. — Надо быстренько бежать будет. — Убегаем, убегаем, убегаем. — А, ещё тут не закончил ход. — Маледикт ещё не закончил. — Ну, вот мои соперники. Мастер, Геркон, Маледикт. — Пошли, 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 пошли. — Что, всё? — Блин. — Здрасте. — Здорова, Геркон. — Ой, с тобой там бегут? — Да, да. Я от них убегаю усиленно. А, сестры, милосердие, так себе Вот боссы вот эти неплохая В принципе Они, по-моему, бонус к урону дают Давайте-ка улучшим, наверное Стрелок, это пехота Давайте фанатика улучшим Кто-то уже сражается вообще Или дождемся выхода в следующую эру уже Все равно я пока тут ни с кем Пока биться не собираюсь Так, что у нас по техам Значит, мне тут две техи до следующей эры А так-то у меня четыре И все нужные Ай, не смог убежать Ну, я могу отступить, правда Все еще у меня выживет Смотри, как ты им понравился-то А это квестовые ребята Они будут за мной бегать До тех пор, пока они убьют Или я их не убью Ну, тогда удачи Так, мне надо сейчас военное не брать Давайте, наверное, видимость Тогда на юнитах возьмем Что вот это плюс золото Пока мне не надо 10 костей титана Вот это можно запустить Укрепление на город нафиг надо А вот производство на город Это очень неплохо Так, посила мы построили А если я перекину сюда Лучше, чтобы рос город, по-моему Так, давайте-ка Колониста Я говорил вот сюда, да Ну, туда и поведем Потому что я хочу эти деревни усмирить А, и мне надо им пять титана принести Я у тебя погуляю маленько, поэтому Да, не вопрос Там две руинки просто Вообще не возражаю Бегаешь у дурной там такой Так любезно стоит Щекочи Травкой пяточки Так Ну, следующим ходом У меня радость Закончится, правда Ну, потому что город поставлю Снизится Счастье А, плюс два Взял к осмотру Ай, ну быстрее закрывайтесь Убегаем, убегаем Ну, куда ты? Страшно С этими чучами Так Городок поставим Вот тут хочу Че такое? Опаньки, маледикт Че, ты у меня замесли? Выкинул от тебя Да, заходи Су, потом ты делаешь Выгревешу Так, значит, какой нам Перезаходи Скорее Вот этот надо исследовать Эх, плохо Очень плохо Переключение между городами Табуляция Радость нейтральная А, так у меня В моем Столичном районе Сестры милосердия Фигня полная А вот босса Ничего Да мне там нужно было Просто по квесту Вот в этом районе За последний ход Ну, последний ход Долгий То, чтобы дойти до руинки Я сейчас не успею, скорее всего Так, знаете что Может мне Не, я хочу во вторую эру выйти Улучшить Юниты И тогда уже Строить их О, мастер Так мы с тобой Соседями уже стали Да Ну, это Как бы нормально Это второй у тебя город Или столица Это столица Ничего себе Мастер Он сосед всем Он прям по центру Просто вот этот регион На аденда Я не могу Чтобы там чужой город Стоять Это вообще В одном ходе Отного столица В смысле чужой Кираси О, ну давайте Подерем Давайте автоматически В данном случае О, не отменился Так, шелкотравы Куда теперь Уже стало доброй традицией Что мои видео Выходят при поддержке 2GIS Справочника И карты городов Кстати 2GIS попали в тройку Лучших приложений App Store За 2015 год Так что Не забудьте Зайти на сайт 2GIS.ru И совершенно Бесплатно Скачать приложение Под вашу платформу 2GIS Если быть точным Так, уже один титан есть Скоро Усмирим тут деревни Так, что у нас тут Радость И нейтрально Надо видимо Шелкотрава А, у меня уже два города Уже Надо 15 Видите Ну Побережем Шелкотраву У меня торговых путей Пока нету А уровни У этих У алтарей Кроме как Технологиями Еще как-то повышаются? Квест Фракция Пройти полностью Прям полностью Только Да, полностью Это на последней ветке Дается На два уровня Сразу повышаются Все алтари И все заклинания На два уровня Повышаются Круто Там алтари Тогда Прывают По Ну Радиус Три клетки Не считая клетки В которой Стоит алтарь И Максимальное Количество Выдают Еще зимой Плюс три Спасибо А что за Тайна? Ну Это уровень Алтарей То есть Это он и есть Собственно Да? А уровень Заклинаний? У магии Кроме ходоков Единственная Фракция Которая Может пройти Весь квест Ни с кем не воюя У забытых Тоже Мне надо Воевать Ну Единственное Что Воевать Города Не нужно Захватывать А просто По-моему Воевать Можно Да Блин Этого Наверное Убьют Все-таки Вот эти Блин Окна Всплывающие Ребят Есть какой-то Способ Вообще Я хочу В начале Хода Быстро Походить Чтобы Мне эти Окна Всплывающие Не мешали Походить Каждый раз Меня это Бомбит По этому Поводу Да Наш Рассинфрон Сморедит Как Можете Информизацию Сделать Да Нормальнейший Брян Раз Помнишь Ну да О У меня уже Перестал Один Алтарь Работать Поставим Заново Кстати Тут тоже Бы Наверное 100 Уже 100 Стоит Блин Мне прах Нужен Значит Так Значит Каким Я тут Угодили В ловушку Надо Выжить Смирить Гуаран В районе Пэриан Ну это Вот в этом районе Как я Понятно Оттаю Пэриан Это Вот это Ну Можно Пока Не спешить Выполнять Значит Тут Карандар А Министерство экономики населения не поставил на один уровень Ну Пока мне тут в карандаре тоже не хочется усвоить, потому что это кто-то может поставить город Может мне так и третий город Тут поставить Ну разве-ка, зачем это город поставить, по-странному Да, наверное, надо Где тут третий город Да У нас смысл, а мне больше некуда ставить Вот эти вот пёстрые поля, они мне нафиг не нужны Они Плохо, между прочим, тут виноград и золото То есть мне в него больше некуда ставить Два ресурса роскоши Тут видишь, все аномалии, они расположены на самом краю Опачки Ты прям как будто не ожидал, да? Не хотелось бы Блин, ну вот мне сейчас и уходить не особо хочется, потому что... А, блин, не апнул А как же мир, дружба, жвачка? Ну, у меня не получается Не хочется, потому что, видите, он нападать... Он может мой город осадить, вот это А он, точнее, он и осадит, потому что это... Такая квестовая штука Но по идее, если я на него нападу Слушайте, а в радиусе скольки клеток Как эти работают Ополчения из городов? Никто не помнит О, блядь, сложно сказать А там показывает Систему Не, я понял, когда Ты нападаешь на кого-то Показывается поле боя Если поле боя Ополчение попадает в карту боя То ты... То они входят в бой Все, я понял, да Тогда вот сюда отойдем По идее, вот тут в карту боя Должно влезть оба города У меня тогда будет два ополчения Это я буду пытаться спасти А ополчением нападать на этих всех чувачков К сожалению Этот квест Где? Вот этот я уже не смогу выполнить Видите, пять ходов осталось Во время зимы К сожалению Тут неплохие, конечно Бонусы дают Так, пять ходов Перекратим мы тут расти Давайте на производство Или может вообще на золото, кстати Не, давайте пока на производство здесь А тут пускай вырастет Кстати, я тут у этих, блин Не спросил, что им надо Я как раз в своем столичном Не выяснил Ну вот, видите, из двух городов Так, последний ход зимы, да, у нас? Так, герой Что у нас тут эти Скорость 2 У меня этот стреляющий, по-моему, герой А, поддержка Так, и 53, 49 Урон 53 А, эти похуже Но они будут ходить первыми Ладно, этого сюда выведем Блин, ну ты вырывать начал У меня не видно ресурс Ялтарь, точнее, не видно Я могу пройти Ну, извини Так, этого мы будем отводить А эти нападают Я пишу, что армия занята в другой битве Да Это правда Почему я не могу ее управлять? Ну, потому что она находится в зоне битвы Так Или нет, или лучше сюда Нет Что они к моему этому Кому-то сейчас надерут попочку Так, все, отлично Выполнил квест В Париане усмирены Да у меня, блин, эти... Да у меня, блин, эти... Я начал играть в сериалах, потому что неприлично немного У них очень мало здоровья У меня один из головок Сейчас спросим, что тут мои хотят И надо нести уже пять титанов Давайте уже закончим И наххер эту зиму У меня охреневшие, блин, сестры милосердия Хотят, чтобы я им принес Десять пряностей И десять костей титана Может, их просто убить нафиг всех? Все? Да, я буду кастрюлю Десять пряностей И десять костей титана Которые плюс пятьдесят процентов К производству дают Тебе что, жалко, что ли? Очень Фу, таким быть Нормально Я себя ощущаю полностью Нормально Жаден, жаден Два хода колонист Три хода Золотишко, чтобы алтарь поставить Сколько надо мне? 53 Вот видите, у меня уже один тут тоже перестал Работать Вы там что, уже сражаетесь, что ли? Да, он на меня нахал Титан Ах ты, пиалка Во вторую деревню Вот сюда надо нести, ясно? Мастер всегда агрессивная игра А ты за кого маледикт? За владык праха Ну, по идее, вроде в начале у владык праха получше армия, чем у этих, нет? Очень высокий урон у забытых Ну, тем более, он напал на меня своей армией и ополчением из столицы А у меня только два ополчения В второй город стоит так, что моя столица участвует в бою Что мне делать в такой ситуации? Мне расселяться особенно слева Леша У него же город по моей столице поставил Ну, я свой город поставил... То есть, у меня до твоих границ мой город очень далеко Нет, ой, я же сказал, твой город меня не напрягает Но и город, который дотягивается до моей столицы Я имею в виду вот этим полем боя Я считаю, что это все будет Слушай, Геркон, а ты далеко, кстати? От кого? От меня Ну, по расу-расу Чего? Расу-расу Что такое расу-расу? Раса какая? Расу назови А, неистовые маги У нас тут двое неистовых магов Тебе это поможет? А, да, цвет давай Я розовенький Раз, два, третий регион у тебя Или, наверное, это правильный цвет, не знаю, пинг, наверное, назвать Пинг Ну, розовый же Ну, розовый, да Третий регион у тебя, короче Так Я как-то в первом... В первой эре слишком много Всего решил открыть Плюс один алтарь престижа на империю Плюс один заклинание бессилия на империю Кто там еще? Феникс Так, литейный цех открыт Еще раз алтарь поставим Да, не удалось мне пройти этот квест Сорьки Так Как мне тут лучше поставить? Ну, вот этот нормально обрабатывает Ну, сюда, наверное, опять Так, что у меня с счастьем нейтрально Давайте-ка принесем Пять титана Отлично усмирили И можем их ассимилировать Они дают... А, плюс пять даже еды О, это очень круто То есть плюс десять процентов еды Нормально Так, давайте, наверное, алмазики используем Повысим немного счастья Так, колонист сейчас закончит обрабатываться Я тут тоже на еду поставлю Так, в принципе, неплохо С развитием Мне вообще, наверное, надо что-то на счастье открыть В данном случае Центральный рынок будет неплох Блин, столько всего хочется пооткрывать Так, ладно Что у нас с квестом фракции Ага, вот эти руины надо исследовать Что-то меня шатает туда-сюда А сестер милосердия надо усмирить Так что надо будет армию все-таки поднастроить Так, колонист Видите, я здесь деревни тоже усмирил О, тоже колонист Блин Ну Слушай, Ромео, ну ты некрасиво поступил В смысле? А кто тебя там деревни усмирил? Ты сам их там усмирил? Конечно Да? Да Вообще-то это я их усмирил, выполнив квест Это я их усмирил, выполнив квест Там три деревни было Я Нет, это вообще-то я Ну, в общем У меня был квест Сначала одной деревни дать 50 праха А потом пойти Мне дали 10 Как вы понимаете, тут завязочка происходит Я подошел к другой деревни, я не усмирил Сейчас мы Попробуем Разобраться Я думаю, это надо решать на поле боя Пехота, пехота Вот, стрелок Через сколько городов появляется ополчение в захваченном городе? Через пять вроде У меня вот даже в завершенных есть квест Я могу, в принципе, скринить и показать Даже есть регион Обостренные чувства Так что не знаю, что-то он усмирял А, может, действительно, это в Карагадане Может, он усмирил Ну, повоевать все равно не помешает, правда? Да, не защиту нафиг надо Главное Но мне некуда развиваться больше У меня просто маленький Так, а урон Здесь вообще некому Всем некуда развиваться Ладно, я поставлю там Выше У меня трава одна вокруг Так, тут на еду Да и город я не хотел так близко стоять Там просто очень хорошая Очень хорошее место в этом Карандаре Два ресурса роскоши Не хочется их Промутовать Продолжение следует Может, открыть пораньше Оружие тогда Но все-таки титан уже есть Сейчас еще будет титан И пойти с титановым оружием нападать Да, наверное, так и сделаем Тут один ход Значит, вот Феникса отложим Построим армию С титаном Сестры милосердия, конечно Ни в чем себе не отказывают Так, три хода Давайте лучше рост Титаном Сестры милосердия, конечно Сестры милосердия, конечно Взрыв Сестры милосердия Сестры милосердия алхимический сплавы он бежит к моему пусть у ведь видимость а стоп не могу сокращение стоимости строительство юнитов вот с личным к что там за звуки у нас какие-то но так сейчас проверю записывается ли видео кстати нормально лёша ты граничишь сверху с кем да не буду ему рассказывать то есть он пусть он не знает что у меня единственный соперник мастер-маледикт вы там деретесь до сих пор да пошел мастер вообще нету никакой возможности в мире жить его город одной столице 2 просто еще во второй эре думаю что за фигня так давайте думать где нам тут поставить впереди у нас аномалии в этом отдаю а вот две аномалии я думал волдык прав и слабим сюда надо ставить у меня технология 2 веры 7 ходов изучается у меня теперь будет бесконечно сейчас технология второй эры хотя и так уж и далеко у нас так фанатик подеремся мне главное чтобы не убивали юниты поэтому я буду отходить и кидать вперед вот этих ну ополченцев из городов на 2 на 2 на 2 на 2 стрелки и этот стрелок, значит мы так сделаем, да блин, control, я уже alt, shift попробовал, типа чтобы, ой блин, боюсь, убьют следующим ходом, подойдет и мочканет моего, 56, оборона 40, урон 31, а тут, ну хотя не, выживет, почему, нормально, просто эти сестры милосердия такие слабоватые, откровенно ищу юниты, опаньки тут закончилось строительство, так, блин, два хода мне до возможности, ну давайте еще район, наверное, поставим, ну блин, уменьшится счастье, у меня ведь уже алтарь не работает, деньги нужны на алтарь, соточка, а не, работает еще, я-2 работает, ладно, а там не дает, раз, тихо слышно тебя очень, пойдем пока усмирим деревню, я говорю, смотрю, успехи в битве не у мастера, не, если, ну в принципе, когда они не выпали, я только думал, что все равно, я не думал, что быстро, так, да, ты прям зажат, конкретно, а поставь город вот выше моего этого, выше рандаря, не хочешь, да можно, но я уже не поставлю, наверное, уже ничего, я сейчас столица моя, жалко, столица пойдет, так, что ж тут строить, просто вверху мне не нравится, там очень много этих озер, и перебрасывая туда войска, не получится, оторванный город, лучше внизу ставить, на самом деле, начнем пока строить, начнем только, потом через два хода я апну, улучшу юнитов и начну уже юнитов чисто строить, вот один алтарь прекратил свои места, они начинают идти с бонусом на руины, у меня только раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь руин, я следовал только двух из них, я нашел что-то, золотой крест, вот этот, вот эта технология, я не знаю, построю пока экстрактор, конечно можно было бы, 42 процента, но пока нейтрально, пока нет у меня штрафов, так, один ход дал химических, два, два, эти, наверное, даже не на производство, а на золото мне нужен, так, теперь что, красный дерется с низством? нет, нет, я ни с кем не дерусь вообще, там просто была битва и у вас как раз ход у двоих не закончен, ну ты же смотри там внизу на иконках если битва, то этот, меч, то есть если бы мы дрались, то у нас бы у двоих был меч, а у двоих, значит я об этом, я увидел одного, второго как-то, что же не надо расти, давайте-ка, даже наверное не планировку района амбар, для начала, так, вот если бы полченцев не подняли, я бы сейчас напал, а также у них урон бешеный, теперь у полченцев да, да, полченцы не все-таки уйдут стали, у меня потом то, что они сразу направят не убили, слава богу, никого так, вот теперь тут можно заменить на сестер милосердия у полченцев урон больше, чем у моих юнитов, защитников у тебя оборона 105, чё ты жаловишься, на них не нанесут этот урон все, уменьшаем стрелков не будут пробивать не, ну я все равно 29 атака, 8 защитников, 22 урона в таком месте подкрепления и попробовал бы двумя получше, конечно и проверил бы механизм блин, 6 требует не хило так ну а тут это защита от стрельбы вот видите против дальних атак, потому что у моего соперника могут быть тоже такие же юниты все, начинаем строить фанатиков сейчас деревню-то усмирим и поставим а что, дорого ну, 53 а, тут уже стоит сорки все теперь, что у меня с моим квестом основным начните поиски в двух отмеченных руинах так, мы, пожалуй, героя я посажу уже в город сразу намного больше уже, видите, не 4 хода, а 3 феникс открывается а этими пойдем к отмеченным где эти отмеченные руины тут слушай, Маледик, а это оружие у нас со щитом? или двуручник одеваешь? ну, смотря против кого а, нет, две руины и там и там обычно одеваю двуручники но если есть где-нибудь стрелки, я одеваю щиты чтобы не одевать кольца щиты что же дает? защиту от стрелок у тебя стрелков пока нет ну, может быть, они и есть, но в смысле так запиздился, что я увидел, что меня ждут не ругайся я предлагаю нечего так землекопы притом на этом ходу блин, надо сступить поднимаем на голосование быстрее, ребята что ты делал ты сам агрессию проявил сохранил я тебе согласился до сотового ухода мир с тобой и торговлю предложить да что у тебя от меня? я потом ухал сразу почему у этих юнитов нет лучшего дизайна? если есть странно странно так ну и тут наверное фанатиков под настроем а в этом городе что? а в этом городе растем пока так очередной уровень всю науку так надо уходить до второго вышли так, экстрактор нормально все растет что у меня со счастьем что? опять что за старое взялись блин, мне бы конечно прикупить вот костей титана столицу забрать надо ну мне теперь надо надо он уже пошел ломать а вы никак договориться не можете перестать воевать? ну я не знаю как с ним договориться у нас был уговор он против него я потом сказал что он не был но все таки против я могу его посадить в город так добывается у меня плюс 3 отличненько мне надо 6 там то есть за 2 хода блин вот это жесть все очень плохо да да давняя зима никуда пустал ну ну вроде с развеселами мне неплохо главное готовится ли красный к моему нападению или нет помочь ему никто не может мастер там с той стороны воюет сверху у меня никого нету блин, не бей стрелка ах ты гад просто не успел по тайме 4 хода то есть 4 хода у меня будет плюс 20% еще к строительству нормально меня устраивает блин по квесту выдали двух юнитов магов этих фанатиков которых невозможно апгрейдить ну и смысл с ними рашид бывает пробую да очень легко кстати особенно если фанатики выпадают они колдуны мне выпало колдун и фанатик что это за юниты рядом с моей границей ходят хмуро я смотрю у тебя тут город что ли рядом прям так это моя столица блин поэтому меня как бы и возмущает что там поставил город ммм так что давай отходим я тут нервирует эти юниты рядом с моей столице и а скоро там свою пахальную битву закончить уже там пока так какие там итоги я не понял моледикт фрешер мастер говорил что ты там ты говоришь что мастер выносит теперь уже повернулось все или нет не он просто город захватил когда там одни ополченцы были сейчас я армию так вот феникс мне интересно что за хищник что за новый юнит опять алтарь прекратил действие так что мир вы заключили ну да теперь мир согласен теперь согласен ну все с тебя дуэль херстоне понял подожди ты ж хост пока не выходи да окей а что все вынесли да да нет синхадор феникс как хороший юнит стоит его открывать это лучший юнит в игре ладно пожалуй что да помню игрок был на окмарике круто играл очень он же кланами играл постоянно ну да но потом он сдался у него и не из двух магов начал брать в последнее время ну а имел он так хорошо играет и все думали что он фиговая игрок короче а там бац он кланами взял как я отметил всех несколько партий подряд а за счет чего они лучший юнит ну и характеристики и возрождение у них есть два раза надо убивать ну смотри Леша летающий юнит во вторых у него есть размах ну у многих летающих есть размах но это все равно круто в третьих у них очень высокий урон и фракционные способности у них при снижении здоровья увеличивается атака то есть они всегда наносят повышенный урон им не страшно снижать здоровье потому что они возрождаются прямо на поле боя но им можно не дать возвратиться так это нужно яйцо бить а бить яйцо это лишние ходы тратить на то чтобы ну легче убить яйцо что потом из него появился не появился феникс и бить феникс потом не ну это понятно ну к тому блин ты юнита по сути два раза убиваешь ты ж это яйцо тоже бьешь в общем ну да но и теряешь ходы и остальные тебя мочат так экстрактор вина и надо тут сразу экстрактор вот где-то с 30-40 хода можно начинать раш феникс а это у магов самое страшное что может быть когда куча фениксов налетает и перед атакой к нему еще герой присасывается все что угодно выносит просто я видел как игрок не отстающий даже в развитии армиями фениксов сносил игроков которые опережали помню стратега как сносили его у него армии было хорошая идея посмотришь раз в 10 больше а он проигрывал войну в итоге да быстро ты мастер в этот раз ну надо же когда-то проигрывать вот и настал мой черед блин минус 25% производства на города на этом пока все не забудьте поставить лайк и поделиться этим видео раз вы досмотрели до конца продолжение будет через день или два пользуйтесь 2гис и играйте в умные игры а и и и и и и